Салам алейкум, дикие игроки Free Fire, я думаю вы в курсе, что Винчестер немножечко понизили, но он так и стал с ним бой, но из-за этого многие нубайски перестали с ним нормально играть, а я вас не расстраиваю, сегодня я вас научу опять же с него тащить, так что вы с ним будете тащить так же, как и тащили до обновы, но мы не будем долго тянуть, прожимай лайкос, пиши комментоз, а мы погнали видос. Сегодня, ребята, я вас научу давать оттяжку с Винчестера, там всякое с него играть, ну а первый у нас совет идет такой, не всегда пытаться делать оттяжку, знаете почему? Потому что Винчестер это так очень-очень мощная пушка, так что я вам советую оттяжку пытаться делать не всегда, ну например, вы остались один на один, чувак как бы дамаженный, ну зачем реально пытаться выпендриваться, зачем выпендриваться там перед своими друзьями, которые так знают, что вы более-менее нормально играете, и зачем пытаться давать оттяжку, если можно просто 100% убить зажимом тела, а не рисковать своей же жизнью. Так что тут, ребята, все по ситуации, но пожалуйста, не пытайтесь всегда давать оттяжку, потому что это достаточно рискованно, при том, что вы можете не рисковать. Ну и далее, ребята, мы уже переходим к оттяжке. Первое, как мы будем работать с Винчестера, тут я вам попытаюсь объяснить, как все делать без DPI. Первое, смотрите, короче, я придумал на самом деле настроить как среднюю чувствительность, как она у вас должна быть. Ну допустим, вот посмотрите, у вас сейчас отрывок от игры, и как видите, у меня летит оттяжка вот на такой дистанции, в принципе, хорошо. Да и в самом упоре, в принципе, тоже нормально. И теперь смотрим, как у вас должно все оттягиваться. Подходим вот к этой стенке на стартовом острове, на загрузочном острове, в тренировке. И смотрите, я тяну прямо от центра экрана, прямо от перекрестия до самого края экрана. У меня поворачивается вот досюда, то есть по центру от облака и до вот этой вот, как бы, крыши. То есть вам примерно надо ловить вот это расстояние, лучше даже до облачка, и тем самым у вас будет нормальная чувствительность. То есть это уже вы можете настраивать кнопкой, то есть ее уменьшать где-то до 50, ну это зависит уже, как вам комфортно. До 50 я чувствительность сразу ставить на 100. Лучше я вам советую сначала ставить чувствительность на 100, а уже управлять самой кнопкой. Потому что кнопка вам лучше, чем она будет больше, а на чувствительность, в принципе, вам настраивать. Так что подбирайте кнопку, чтобы она у вас была максимально большой, и максимально вам было удобно под ней попадать. Далее, ребята, второй совет, когда вы стреляете на средней дистанции, то тяните просто сверху от кнопки. Так как даже если у вас какая-то там дикая, супер просто дикая чувствительность, вам будет достаточно сложно дать утяжку к шлинчестеру, потому что там тянуть почти что ненатомально у него, почти что сама отлета, это тяжкая. Так что если у вас даже очень-очень жесткая чувствительность, то просто тяните от края кнопки, от верхнего края кнопки, и у вас будет все отличненько так залетать, прям немножечко, до центра экрана, там буквально реально полсантиметра, если у вас телефон тянуть. Но там очень-очень мало тянуть И у вас идеально залетит А когда противник находит с самой ближки Вы уже тянете соответственно от самого нижнего края И кнопка у вас располагается в самом низу экрана Ну и далее, ребята, последний совет Как играть без DPI Это, как я вам уже рассказывал Про такой совет, про такую фишку Но, к сожалению, тот видос Очень мало человек посмотрел Так что многие не знают То, что когда ты приседаешь, у тебя ослабляется численность То есть, например, тебя рашит где-то в упоре какой-то чел И ты просто начинаешь приседать И даже если у тебя очень-очень слабая чувствительность Но ты стараешься играть без DPI То ты просто начинаешь садиться И у тебя просто все равно отлично залетает Так что если вы не хотите у меня DPI Или у вас даже с DPI не очень большая чувствительность То я предлагаю вам такой вот совет использовать Ну и, в принципе, на этом все Обязательно оценивайте видео Ставьте лайк, если было полезно Я думаю, было очень-очень полезно Предлагайте свои идеи по поводу обучалок в комментариях Ну а с вами был Майор Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok